Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня мы поговорим о приятном, потому что сразу два события, которые так или иначе сливаются в нашем сегодняшнем эфире. Это 150-летие школы и 45-летие, скажем так, творческой работы в этой школе. У нас в гостях человек очень известный в городском округе Люберцы и, как в таких случаях говорят, далеко за его пределами. Заслуженный работник образования Московской области, директор сельской Жилинской общеобразовательной школы номер 23 Игорь Викторович Иванников. Здравствуйте, Игорь Викторович! Здравствуйте! Ну, дайте сразу к цифрам. Значит, 19 декабря прошлого года, уже привыкли, что прошлое – это 23, а школа отметила 150-летие. Да. Откуда такие точные данные? Есть какой-то документ? Нет. Вы знаете, есть летопись, которая находится в храме. Мы ведь свое летоисчисление ведем с 1873 года, храм Успения Пресвятой Богородицы, и рядом с ним была построена церковно-приходская школа. Вот, а церковно-приходская школа совсем маленькая. Вот этот срок и этот год является основанием нашей школы. Школа всегда существовала. Даже во время Великой Отечественной войны дети продолжали учиться и получать знания. И долгое время мы параллельно существовали и работали. Дело в том, что в церковно-приходской школе оставалась начальная школа, а основное здание, в котором мы располагаемся и сейчас, оно было построено в 1910-1911 году. И очень интересно, вот как она строилась. Если интересно, я расскажу. Да, давайте, расскажите. Да, вы знаете, село у нас было достаточно большим, а если есть храм, то это село. И на сходе жителей было принято решение, что для детей нужно построить еще одно школьное здание, потому что церковно-приходская школа уже не вмещала того количества детей, которые хотели и могли получать образование. И на сходе жителей было принято решение построить новую школу. И вот эта школа строилась хоть с способом. И когда говорят, есть ли какой-то проект, проекта никакого, в принципе, не существовало. Наверное, были такие умельцы, которые могли построить школу... Сорубить, как говорили. Да, да, она действительно из круглых бревен, основное здание построено. Но самое примечательное, что построили не только школьное здание, но и дом, где жили учителя. Рядом со школой построили дом для учителей. Да, вот мы сейчас только до этого доходим. А наши предки уже принимали такое правильное и продуманное решение, чтобы учителей и привлечь, и чтобы они работали в нормальных человеческих условиях. И рядом. Они рядом, они рядом. И дети всегда могли прийти к учителю, получить ответ на тот вопрос, который у них возник не только во время учебы, но и после учебы. Вот это интересный такой момент, потому что сегодня мы говорим о возрождении каких-то традиций, чего-то того, что может быть утеряно. Но примеров много тому, если внимательно почитать даже документы истории, не просто книги, какие-то сказания, а именно документы основанные. То мы видим, действительно, школа, дом для педагогов. Это значит поиск, это значит привлечение. То есть это уже такой, ну, сегодняшним словом говоря, рекламный ход. Вот у нас будет, у тебя возможность недалеко работать, мы предоставляем тебе возможность, значит, жить и так далее. А с появлением такой школы, это естественно и само село, наверняка начинает приобретать, ну, такой статус растет его, да, жили. Потому что есть куда деток отвезти и так далее. Это когда мы сегодня, у нас иногда строят огромный жилой комплекс и вдруг забывают про школу. Ну, я имею в виду не конкретно в Люберцах, а в стране. Такое бывает. Ну, вот по поводу церковно-приходского подхода. Правильно я понимаю, что даже в советское время пытались как-то... То есть я говорю, что у нас же церковь отделена от государства. Про сегодняшнее мы поговорим, скажем так, во второй части, да, давайте про историю пока. То есть как вот это совмещалось? Храм работал, вот вы говорите, Великую Отечественную войну тоже работала школа. Как это все происходило? Ну, вы знаете, что школа и вот то здание, в котором мы сейчас работаем, да, оно осуществляло свою преподавательскую профессиональную деятельность и использовали здание церковно-приходской школы. Там была начальная школа, а здесь учились в новом здании до седьмого класса в то время. Ну, просто церковь такого влияния тогда уже не имела. Мы вот эти традиции стали как бы возобновлять, стали смотреть, как и что происходило до революции. И вот когда достаточно интересные произошли события у нас в стране, и религия уже не стала под таким запретом, то мы совместно с настоятелем нашего храма, отцом Владимиром, приняли такое решение, что неплохо было бы, если дети получали у нас специальные знания и по истории религии, и по закону Божьему. Но это было достаточно сложно, потому что были утеряны эти традиции, и каким образом преподавать детям не было таких специалистов. И мы обращались в патриархию, выясняли и получили необходимые документы, как это преподавалось, и стали потихонечку это осуществлять. Но мы это осуществляли на факультативной основе, не было никакой обязательности. То есть если родители хотят? Да, если хотят, да, и если они исповедуют наше православие. Насколько я знаю, храм работал всё время. Да, храм всегда работал. Ему в этом случае повезло, что и в советское время он был. То есть фактически в школе, как знаете, освященной каким-то светом ещё с тех времён, то есть теплилась какая-то жизнь. Понятно, что был период, когда особо там не профилософствуешь в плане религии, но чем отличается церковно-приходская школа, которая была тогда в своём начале, в своём таком истинно-природном создании, и вот то, что удалось сделать вам. Ведь всё-таки сколько время прошло, какой перелом, ведь это перелом, даже, наверное, самый сложный для родителей, для педагогов, для бабушек, дедушек, взрослого, скажем так, населения. А дети, чему их научишь, тому и научишь, что называется. Вот в чём разница этих двух периодов? И почему всё-таки решили вернуться к этому? Что церковь даёт школе? Вы знаете, такой вопрос достаточно обширный, но я постараюсь на него ответить. Дело в том, что когда я пришёл работать в школу, это, ещё раз хочу напомнить, 1979 год. 45 лет, о чём я говорил, просто на вторую часть оставил второй юбилей. Да, и вы знаете, и школа, она у нас в таком, была в достаточно печальном состоянии, всего было 56 учеников, стали открываться лицеи, гимназии, какие-то такие красивые вывески. Названия. Да, и все думали, что вот-вот школа прекратит своё существование. И нам достаточно много потребовалось усилий для того, чтобы доказать, что и маленькая сельская школа может давать достойное образование и быть конкурентоспособной и востребованной. Поначалу, конечно, приводили детей, те, кто рядом жили, те, кто сами учились, но со временем школа приобрела такую популярность, что на сегодняшний день, да, у нас уже почти 200 человек. Мы приобрели статус средней школы, что у нас есть выпускники уже 11 класса, у нас достаточно большое количество и медалистов, и те, кто поступают в высшие престижные учебные заведения. Мы, конечно, гордимся своими выпускниками. Но вот мы поговорим об этом на сегодняшнем дне школы, всё-таки 45 лет вашей трудовой деятельности, это же жизнь такая, 45 лет, да, возьмём какого-то человека 45 лет, это всё, да, там находится. Но вот то, что люди тянутся именно к работающий храм, сельская школа, казалось бы, название такое, сельская школа, ты что, сельскую школу заканчивал? Ну, мы вспоминаем, да, времена, когда, да и сегодня слово сельская школа многих может... Но люди тянутся, популярность имеется. Чего не хватает-то в обычной школе, скажем так, почему едут к вам? Ну, я так предполагаю, что всё-таки духовности. У нас всё-таки мы соблюдаем те традиции, которые были заложены, и стараемся их развивать. Дело в том, что мы, конечно, находим возможность оказать посильную помощь каждому ученику, заметить его таланты, да, личностный подход, да, такая стандартная фраза. Но мы просто помогаем нашим ученикам, чтобы они чувствовали себя комфортно, не только получали знания, но и с радостью шли в школу. Вот главный критерий, и родители всё время должны думать о том, вот если ребёнок идёт с удовольствием в школу, значит, там всё в порядке. Что-то есть, да. Да, если даже он какие-то знания не получит, это легко восполнить сейчас в век таких информационных технологий. А вот если у него будет устойчиво-негативное отношение к школе, то тогда уже сложно перебороть эту ситуацию. А что сегодня преподается вот на этом факультативе? Ну, вы знаете, у нас сейчас всё время какие-то новые формы. Вот с прошлого года у нас введена такая форма, это диалог со священником. Священник приходит в школу, или мы выходим в храм, это по-разному бывает, но чаще всего сейчас священник приходит в школу, потому что такое большое количество и желающих задать вопросы и послушать, трудно вместить в храм, тяжело их туда, детей это всё-таки, ну, кругом дороги провести, прежде всего, конечно, безопасность детей. Но то, что вот этот диалог со священником, это действительно диалог. Дети задают те вопросы, которые их интересуют. И не всегда они связаны с религией. И у нас вот такой преподаватель, отец Дмитрий, он достаточно молодой, креативный, но и он находит подход, потому что к детям нельзя подходить со стандартами взрослых, которые пришли осознанно в храм, и они уже многое, может быть, знают, у них есть какой-то жизненный опыт. И многое боятся спросить, кстати. А дети всё-таки ещё могут задавать какие-то, как кажется иногда, слишком взрослым нелепые вопросы, но на самом деле очень жизненные и важные. То есть правильно я понимаю, что вам с вашими коллегами удалось создать атмосферу, когда ребёнок может задавать священнику самые разные вопросы? Потому что если это вопрос, который написан по разнарядке, ты спрашиваешь что-то, ты спрашиваешь что-то, то это совсем другое. То есть дети действительно реально задают вопросы, которые их волнуют? Да, да, задают вопросы. И иногда даже отец Дмитрий затрудняется сразу ответственно на эти вопросы. Да, он берёт паузу, у нас это уже принято. И на следующем занятии он обязательно отвечает на те вопросы, которые были заданы, и на которые дети не смогли получить ответ. Хорошо. И что ещё на факультативе происходит? Какой ещё предмет дополнительный? Ну, вы знаете, у нас ещё преподавался для младших школьников эта история религии и закон Божий. И такая наблюдалась обратная связь, когда детям рассказывали о каких-то церковных праздниках, о традициях. Они уже рассказывали своим родителям. И как бы осуществлялся обратный ход. То есть учили родителей. Да, да, да. Потому что, ну, к сожалению, мы не были воцерковлены в своё время. Очень трудно. Не было желания. Не то, что желаний, может быть, было, но таких возможностей не было. А сейчас наоборот. Вот если какой-то праздник, пост, или про какого-то святого, ребёнок уже приходит и рассказывает это своим родителям. Хорошо. Сейчас сделаем паузу. Напомню, что у нас в гостях очень интересный собеседник, потому что фактически, ну, чего же там греха таить. 45-летний человек руководит школой. И все самые сложные и приятные, самые разные этапы проходили и проходят через ваши руки, через ваше сердце. У нас в гостях заслуженный работник образования Московской области Игорь Викторович Иванников, директор сельской Жилинской общеобразовательной школы номер 23. После небольшой паузы продолжим и поговорим, чем живёт школа уже сегодня. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Говорим сегодня приятным о сельской Жилинской общеобразовательной школе номер 23, которая в декабре прошлого года отметила 150-летие. 100-5-десятилетие. Представьте себе, начиналось, да, может быть, там 2-3 было ученика, потом 56, как вы говорили, потом всё больше и больше. Сейчас 200, да. Сейчас 200, да. У нас заслуженный работник образования Московской области в гостях, директор этой школы Игорь Викторович Иванников. Игорь Викторович, 15 февраля отмечался день православной молодёжи. Такой, ну, скажем, для невоцерплённых людей, может быть, они не в курсе, только из новостей узнают. Но, тем не менее, сегодня православие, молодёжь, молодёжь православная. Мы видим, что в храмах, если раньше, в 90-х годах, туда, ну, что называется, все, так сказать, попытались, ну, мода, что ли, была такая. Потом это всё очищается. Но мы видим, что сегодня действительно есть молодые люди разного возраста, которые приходят и уже, как вы правильно сказали в первой части, понимают, что происходит вообще, да, какое событие и так далее. Что такое день православной молодёжи? И я так понимаю, что для вашей школы это особый такой день. Ну, вы знаете, наши дети посещают и воскресную школу по желанию, и мы сами ходим в храм для того, чтобы пообщаться с отцом Сергием. Мы приводим туда детей 6-го, 7-го, 5-го класса, да, и им рассказывают о том, какие праздники, как вообще надо себя вести в храме. Те вопросы, которые у них возникают, они могут их задать. И, конечно, отец Сергий, это настоятель нашего храма, он очень всегда интересно и грамотно рассказывает. И эти уроки очень запоминаются детям. Особенно вот есть такой у нас праздник, я не знаю, правильно ли я его назову, усечение головы Иоанна Предтечи. И вот в этот праздник мы в обязательном порядке посещаем храм. И он, знаете, такой более широкую сейчас трактовку принял этот праздник. Это борьба и с курением, с наркоманией, и с алкоголизацией. С зависимостью. С какой-то зависимостью. И вот детям действительно интересно окунуться вот в эту историю православия и вот послушать от священника не просто назидание, а предупреждение о том, как лучше себя вести и как не допускать ошибок в нашей простой повседневной жизни. Вот тут может возникнуть вопрос. Еще раз напомню, что церковь у нас делена от государства. И с одной стороны, родители с удовольствием приводят детей, наверняка очередь у вас стоит, потому что хочется, чтобы элементы духовности и такой чистоты, что ли, человеческой, чтобы держать в этом каком-то направлении. С другой стороны, мы живем в таком мире, тут у нас искусственная интеллект все нажимает на нас и так далее. Я думаю, что вы за 45 лет, это, напомню, 45 лет уже работая директором, наш гость, вы видели разные подходы, я уж только не знаю, сколько за это время было реформ образования, сколько вам пришлось пережить, меняем, переносим и так далее. Но на выходе вот ваши выпускники, тем более сейчас у вас уже статус 10-11 класс, да, будет? Ну да, но он уже у нас давно, просто мы не каждый год набираем 10-11 класс. Когда у нас появляются замотивированные дети, которые действительно хотят продолжить обучение и поступить в высшее учебное заведение, у нас есть такая возможность, и мы открываем 10-11 класс. Вот в этом году был выпускник. Да, кто ваши выпускники и чем они отличаются от выпускников, ну, ваших коллег, у которых нет такого факультатива, мягко так скажем. Ну, во-первых, мы должны сказать вот о чем, том, что благодаря и нашей системе образования, и министерству образования, управлению по образованию, и наш городской Люберецкий округ, он всегда старается помочь, чтобы у нас было действительно очень хорошее и оборудование, и материально-техническая часть. Так что наша школа, она достаточно хорошо оснащена, и мы можем сказать, что мы предоставляем очень современное и качественное образование. У нас открыты классы точки роста, у нас каждый класс оснащен и интерактивной доской, и специальными сейчас самыми современными, дорогими панелями, которые имеют прямой доступ в интернет. Дети не просто могут как использовать компьютер, но вот эти интерактивные панели, это просто вообще что-то бомбическое, вы понимаете? Дело в том, что мы сейчас можем проводить все уроки, используя самые последние достижения науки, которые имеются на сегодняшний день. Потому что есть выход в интернет, можно поставить любой образовательный контент, и, конечно, даже если у нас какого-то оборудования в школе не достает, вот путем вот этих интерактивных панелей, мы можем все это восполнить, и это действительно интересно. Так вот, чем отличается ваш выпускник от выпускника не церковно-приходской школы, скажем так? Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас очень дружный и коллектив в школе, и у нас дружат дети не только в своей параллели, там, если там они старшие классы, они дружат и с малышами, потому что на перемене все выходят и общаются, и очень общаются интересно. Дело в том, что у нас вот само школьное здание достаточно старое, да, как мы уже сказали, что вот то здание, в котором мы сейчас находимся, оно было построено еще в позапрошлом веке, но у нас великолепный спортивный комплекс, и мы разрешаем своим детям на перемене выходить на улицу, они совершенно спокойно могут заниматься физической культурой и спортом в любое свободное время. Они достаточно дружны, и из-за того, что вот такой микроклимат создан, вы понимаете, невозможно сказать, как мы сумели этого добиться, потому что вот когда я пришел работать в школу, были учителя, которым очень хорошо удавалось наладить дисциплину, сделать такое взаимоотношение хорошее с классом, и мы все время думали, ну как это достигается, дело в том, что у кому-то это дано, у них все это получается, а кому-то нет, и если бы были готовые рецепты, можно было бы сказать, вот делай так, и так, и так, и все будет замечательно. Оказывается, так это не работает, потому что учитель должен моментально реагировать на сложившуюся ситуацию, и своим личным примером, хоть это избитая фраза, но это действительно так, показывать, как нужно общаться, как нужно уважительно относиться к детям, к родителям, вот это определенный метод. Всеобщая социализация, и получается, на выходе, уж простите за такой термин, физический, что ли, на выходе мы получаем не только специалиста, который закончил школу, получил часть образования, дальше он уже планирует идти, например, в высшеучебное заведение или на работу, по-разному, кто как жизнь свою устраивает, но его социализация, его умение общения, его понятие, что откуда, как говорится, растет, и что к чему может привести, немножко иное, чем у ребят, которые заканчивают, скажем так, обычную школу, где нет таких предметов. И вот к вам приходят выпускники, они что-то вам рассказывают, вспоминают, благодарят, или могут, может, говорят, что нет, не надо нам было это учить, что мне это мешает. Нет, вы знаете, вот это как раз, вот сейчас вы спрашивали об особенностях, я вот так улыбнулся, дело в том, что у нас даже наши выпускники, иногда так случается, что у них идет продолжение по жизни, и была такая пара, которая, повенчавшись в храме в нашем, приехали в школу, они наши бывшие выпускники, и молодой человек, и его спутница по жизни, и, конечно, они приходят в школу, и в обязательном порядке, как бы делятся и своими достижениями, и если даже у кого-то возникают проблемы, вы понимаете, как интересно, не у всех же сразу происходит мотивация к получению образования, иногда это происходит позже, и потом они приезжают и говорят, что вот зря мы чего-то не учили, и нам теперь приходится вдвойне сложнее, приходится работать, и они приезжают для того, чтобы получить консультацию, допустим, учителя математики, Людмила Брониславовна, тоже работает в школе уже более 40 лет, и вот она всегда готова помочь, даже бывшим выпускникам, для того, чтобы помочь им написать контрольные, или справиться с какими-то вопросами, которые у них возникают. Вот это, конечно, замечательно. Вторая связь, это означает, что это такой родной дом, ну, есть родительский дом, а это вот второй, как бы родной дом, куда люди приходят. И вот тут и возникает еще один вопрос, 45 лет вы работаете, мы не стали пока сегодня говорить о том, как вы попали в школу, потому что, знаете, иногда человек очень хочет куда-то попасть, и не получается потом в итоге его проект жизненный. А бывает, когда человек, в общем-то, может, в какой-то степени случайно попадает, и вдруг он расцветает, это становится делом всей его жизни. 45 лет. Были ли у вас мысли когда-нибудь уйти, поменять сферу бизнеса? Ну да, вы были депутатом, да, Люберца об этом хорошо знает, вы всех знаете, вас все знают. 45 лет в школе, ну, то есть, предполагали ли вы тогда, когда вы первый день пришли в школу, что вот так будет с вами в жизни? конечно, я так не предполагал, я думал, что я сейчас вот какое-то время отработаю, найду что-то более интересное, более выгодное, даже можно было бы сказать, но потом у меня как-то поменялись ориентиры, и вы знаете, я и себе, и всем хотел доказать, что даже в маленькой сельской школе можно состояться. Да, да, да. Да, это вызов был. Чтобы тебя узнали люди, чтобы показать, и чтобы все знали, что есть такая школа, и что она востребована, и вы знаете, вот это действительно наше вот такое достижение, мы никогда нигде не развешиваем объявление, что происходит набор в школу, к нам приходят сами, и даже есть лист ожидания, чтобы в школу попасть. А каким образом это происходит, это кто сам учился, его же не обманешь никогда, и если родители сами закончили эту школу, и от каких-то знакомых слушали, что и слышали, что действительно школа дает и хорошее образование, и самое главное, конечно, у нас, это комфортность обучения. У нас нет никаких, вот даже не буду сейчас говорить, какие иногда случаются в школах проблемы, у нас этого нет. У нас практически ни одного ребенка не стоит на учете по делам несовершеннолетних. И самое главное, что наши дети, ну, я такого случая сейчас вот не помню, чтобы они совершали какие-то противоправные действия, и в школу приходили сигналы о том, что ваши дети... Сейчас так звучит, прям тишь, дабы... Да, вы знаете, догладь. Да, вы знаете, даже вот какое-то время назад у нас вот получилось, что есть такой критерий, что если в школе нет детей, которые не стоят на учете по делам несовершеннолетних, то это плохо. И вы понимаете, и говорят, что этого не может быть. Но я просто хотел бы сказать, что может так вот быть. К счастью, в нашей школе сейчас все благополучно. Мы полностью укомплектованы педагогическими кадрами. У нас есть люди достаточно опытные, квалифицированные, заслуженные работники. И есть молодые специалисты. Вы понимаете, вот этот как раз очень хорошо прослеживается, то, что вот в прошлом году наша преподавательница начальной школы стала лауреатом конкурса «Учитель года» Люберецкого городского округа. В нашей школе были победители. Даже просто, может быть, немножко это как бы прозвучит, что мы чуть-чуть хвастаемся, но мы сколько раз не принимали участие в конкурсе «Учитель года», мы всегда становились лауреатами. Всегда. И был у нас один победитель, да, и он представлял интересы нашего Люберецкого городского округа в Московской области. Спасибо огромное. Заслуженный работник образования Московской области, директор сельской Жилинской общеобразовательной школы номер 23 со 150-летней историей Игорь Викторович Иваников, который сам 45 лет служит этой школе. Всего вам доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Певненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин